Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно Работают все микрофоны Каждый может Высказать Высказать Добрый добрый день уважаемые дамы и господа Вы слушаете радионародная волна И сегодня у нас на народной трибуне Гарри Табах Капитан первого ранга БМС США в отставке Здравствуйте Привет привет Лучикаго Скажи мне пожалуйста Я сегодня был в Хеллс Клабе И там мужчина один говорит Вот он слушал Какой-то то ли канал российский То ли что-то российское И там говорят о том Что Россия будет ракетами Бомбить Киев Комментарий на этот счет Что может сказать Я надеюсь что Россия не будет ракетами Бомбить Киев Я не знаю о каких ракетах Он говорил И зачем России бомбить Киев ракетами Что они этим добьются Или что они получат от этого Какая выгода Я думаю что ни одна цивилизованная страна Сегодня ракетами город не бомбит В общем Которые полные гражданского населения Инфраструктуры Да и своих граждан тоже В Киеве много россиян В общем это какая-то пропаганда Не очень умная Или это для внутреннего пользования Было сказано Чтобы поднять Воинственный дух россиян Ну не знаю Я сам не слышал Это я просто передаю слова И думаю Дай-ка переспрошу Вдруг я чего-то пропустил Так Но тем не менее Какое-то обострение По-моему наметилось В Украине Обострение Обострение наметилось Во всем мире Обострение наметилось Между Самое сильное обострение Наметилось Между Израилем и Ираном Израиль уже официально объявил Что Соединенные Штаты Америки Бросили Израиль По отношению к Ирану Иран уже близок К ядерному оружию Уже обогащают Вовсю На Америку им наплевать Лидерства в Америке отсутствует Это самая большая Сейчас я думаю Такое напряжение Напряжение в Афганистане Мы видим Что Вернее мы не видим Что происходит Что там убивают Направо и налево людей Включая тех Которые Которые воевали с нами Или на нашей стороне Вместе с нами Обострение Мы видим И в Северной Корее Обострение С Тайванем И Китаем Мы видим Что Китай уже Наплевать Что Америка думает Что она хочет Они испытывают Гиперзвуковые ракеты Которые явно направлены Чтобы топить Наши корабли Сбивать наши самолеты Справедливость Обострение И обострение Конечно Между Украиной И Россией Почему? Да потому что Некому вступить За это Некому вступить Справедливости ради Надо сказать Вернее он даже Драпанул Он показал Свою слабость Что он удрал И возвращаться Не собирается Я справедливости ради Должен сказать Что США ответила На провокацию Китая Представив Первую в мире Транс Женщину Адмирала Такой Ну она Опять же Она не адмирал И Это Такое Департмент Здравоохранения У нас Который отвечает За Здравоохранение В федеральных Тюрьмах На Индийских Резервациях И Кое-какие Там еще Федеральные Вещи Я не знаю Почему Их Нарядили В Военно-морские Мундиры Ну похожие Сильно похожие На военном И почему Они называют Себя Воинскими Званиями Да Да Они Это Такой Департамент Который Дает присягу Служить Соединенным Штатом Америки Да Они дают Присягу Но они Не относятся К Министерству Обороны И они Не военизированы Это Медицинские Медицинские Служащие Государственные Служащие Но Наверное Вот это Кого надо Будет у нас Теперь Она Всегда Существовала Это Служба И всегда Был Вот этот Surgeon General Что Назывался Агент Ген Ген Врач Семен Штатов Америки Но Чтобы Вот так Вот они Красовались Ну Они Услышание Говорят Военного В мундирах Похожат На военно-морские И называли Себя Адмиралами Четырехзвездный Адмирал Начинает Начинает Быть Похожим На страну Из которой Вообще Это было бы смешно Если бы не было так грустно Первая женщина Адмирал И тот Мужик Или вообще Не пойми что Ну во первых Это не первая женщина Адмирал Я услужил У женщины Адмирал Была моим командиром И Была Очень прекрасная Женщина Четырехзвездный Адмирал Командующий Атлантическим Флотом Четырехзвездный Адмирал Она была Очень Миниатюрная Она была Как говорится Африка Афроамериканка Чернокожая И Она Также была Еврейкой Вот Вот так Да Вот так Только в Америке Да Ну А теперь Что касается Где-то Я мельком Какая-то информация Мне попалась Кто-то В кого-то Из чего-то Стрелил Там на Украине Или какие-то Или Ну такое Горячее событие Как бы Военное Какое-то Произошло Или кто-то Кого-то Обстрелил Вчера Вчера погиб Еще один солдат Украинский На линии Разграничения Там погибают Все время Украинские солдаты Поэтому Опять же Это началось Эскаляция Началась Января Этого Года Почему Да Ну это Просто Совпадение Вот то Что сейчас Происходит В нашей Стране Это Просто Случайное Совпадение Это Все Совпадение Потому что Как говорит Пи Исаки Она Вам Саки Будет Лучше Сколько Угодно Президент Сконцентрирован С первого Дня Своей Работе На Том Чтобы Решить Проблему Вот Эту Логистическую Которая Возникла Вообще Это должен решать Не он А министр Транспорта А министр Транспорта У нас Господин Будет Джач В декретном В декретном Упуске Уже Полгода Или Сколько Какое-то Какое-то Абсурдное Время Абсурдная Ситуация Вот С какой Стороны Не посмотришь Сплошной Сурреализм Почему Сурреализм Серьез Почему Сурреализм Смотри В первую очередь Надо Объявить Кто Враг Номер один Враг Жандармирую Надо распустить То есть Перевести на английский язык Defund the police Второе Надо Выпустить Криминал Из тюрем Потому что Они социально Нам близки Ну Жандармирую Разогнали Теперь криминал Правильно Везде Посадить Перевожу на английский Посадить Везде Соровских Генпрокуроров И они Начинают Выпускать Все Не надо Бейл Не надо Залог Отпускается Весь криминал Наркодилеры Насильники Воры Можно Воровать Если меньше Чем на тысячу долларов Своровал Из магазина Тебе даже Останавливать Нельзя Да В Калифорнии У нас уже Полмагазинов Позакрывалось Но они Не нужны В принципе Это средний Малый бизнес Это самые Независимые люди Они нам Не нужны Вот И судить Полицию Вот Значит Это Третье Что нам Нужно Сделать Это Проиграть Войну Позорно Проиграть Войну И дать Солдатам Разойтись По своим Деревням Повсюду Это мы Видим Что тоже Произошло И конечно Истребить Костяк Офицерства Потому что Это самые Такие Опасные Они самые Патриотичные Самые опасные И они еще Обстреляны После войны И поэтому Те офицеры Которые Перейдут На нашу Сторону Как генерал Милый Как генерал Остан Как Подполковник Алекс Видман Наш Земля И из них Делать героев А Офицеры Которые Несут Ответственность Офицеры Которых Долг Честь И Отвага Не пустые Слова Как Подполковника Шеллера Того в тюрьму Того на губ Вахту И Карьеру Ему загубить Ничего не напоминает Да абсолютно Напрашиваются Сами собой Берем Фейсбук Берем Ютуб Почта Телеграф Да И все И власть уже Никогда не отпустим Поздравляю Товарищи Сегодня Кстати Всех вас Поздравляю С днем комсомола Да И тех Кто не согласен С линией партии Выражает свой протест Путем мирной Демонстрации Там скажем В Вашингтоне Сотни человек Бросит тоже в тюрьму А если Не дай бог Ну Без суда и следствия Не имеет права Мы платим За это Да Хулиганс Начались Да А вот Полицейский Чернокожий полицейский У которого Очень плохой Рякорд Застрелил Невооруженную Белокожую Женщину Он свободно Ходит Ничего страшного Тут нету Какую опасность Она создавала Непонятно Даже если Она разбила Окно Лишь Стрелять В упор Без предупреждений Такие герои Как Пинтковский Господин Пинтковский Будут называть Ее радикальной Фанатичкой Террористкой И Все будут Это подхватывать Слушать И смотреть Но она Представляет Угрозу Потому что Она относится Как раз К той категории О которой Мы до этого Говорили То есть Человек Который Служил В военно-воздушных Силах США Я боюсь Что если Расследование Не будет Или она Будет Замято Понятно Что Непонятно Кто это Полицейский Был Почему Он это Сделал Явно Это Не входило В его Обучение То есть Нет такого Протокола Который Был Позволял Полицейскому Стрелять В невооруженного Человека И Без Предупреждений Кроме Кроме Того Что Может быть Ожидалось Что Тогда Вот эти Вот Транпировки Многописты Расисты Белые Супремисы Начнут Погром Капитолия По-настоящему В протесты А тому Ну и тогда Уже Будет Все Явно Будет Показано Что Вы Видите Что Творят Эти Ужасные Люди А они Не пошли На эту Провокацию Этого Не Произошло Может быть Может быть Может быть Да Сейчас Начнут Говорить Вот Табах Опять Конспиролог Никакой Конспирологии Нет Я просто Говорю Что Такая Возможно Есть Такая Возможность Что Это Спланировано Было Чтобы Поднять Бунт Чтобы Начать Погром Чтобы Начать Разгром И Когда Такой Человек Как Андрей Николаевич Иларионов Говорит Что Похоже На Рейхстаг Институт Который За свободу Слово Из-за Свободы Мысли Увольняет За это Хотя Это Он Просто Пишет В своем Фейсбуке Даже Не На Странице Института Что Касается Расследования Свобода Слово Вот Вам Пожалуйста Это Отдельный Разговор Что Касается Расследования ФБР Проводил Расследование Не Выявило Никаких Скоординированных Действий Тем Более Из Пытаются Числа Идите Голосуйте За Демократов Потому Что Вы Видели Что В Капитолии Эти Фашисты Хотели Взять Власть Свои Руки Таким Способом Это Будет На Это Мы Продвигаем Потому Что Мы Выставляем Наше Видео На Ютубе А Как Ты А Если Ты Не Поставишь Рекламу То Они Продвигать Не Будут За Эти 30 Серебряников Которые Они Тебе Платят В Месяц За То Что Ты Крутишь Рекламу Реклама Такая Идет Вот Вам Цепочка Замкнулась А Вот То Что Во Время Слушаний Джим Джордан Сказал Что У Нас Есть Видео Которое Почему То Транслирует Основные Телеканалы Мы Хотели Бо Его Показать Во Время Слушания Им Было Отказано Под Предлогом Что Существует Протокол Который Согласно Которого Это Не Правило Комитета А Протокол Какой Согласно Которого Они Должны Были Предупредить За 48 Часов А В Этем Видео Есть Довольно Любопытные Моменты Один Из Организаторов Вот Этого Марша Не Марша А Вот Этих А А Он Он Призывает Идти Идти Народ Сопротив А он Говорит Что С ума Сошли То Народ Как бы Не Хочет Делать К Чему Его Призывает И Вот Этот Человек Вдруг Исчезает Из Списка Ему Не Предъявлено Обвинение Он Вдруг Раз И Исчез Его Нет Как Будто Его Не Было По Разным Данным Некоторые Из Наиболее Активных Тех Сказ Те Кто Подбивал Народ На Такие Действия Являлись Сотрудниками Или Внештатными Сотрудниками И Переписка Между Ними И ФБР Очень Активная Велась В тот Момент Когда Все Это Происходило Они Могут Говорить Что Это Теория Заговора Ну А я Все Время Час Говорю Случает Совпадение Все Это Стлошное Совпадение Случайно Так Совпало Случайно Происходит Случайно Происходит Что Генеральный Прокурор Мэрик Гарланд Получив В пятницу Письмо От Которое Направила Национальная Ассоциация Школьных Советов Зиц Председателю И Вот В пятницу Он Получил Это Письмо В понедельник Он Издал Свой Меморандум Призывающий Агентов ФБР Совместно С местными Правоохранительными Органами Обратить Внимание И посмотреть Что это за Родители Такие С местным Терроризмом И Совершенно Случайно Оказывается Его Зять Продает В школу Вот эту Лабуду Которая Называется Критическая Расовая Теория Против которой Собственно Родители И выступают Так совпало Чистая Случайность Ну Чистая Случайность Чистая Случайность Что Зиц Председатель Летал В Китай Будучи Вице-президентом И случайно С ним Полетел Его Сын По имени Самый Умный Человек Которого Он Знает Да И Гениальный Художник Картины Которого При жизни Продаются По полмиллиона Только Мы не можем Понять Кто их Покупает Да Ну Мы потом Поймем Закрытая Информация Это Информация Знаешь Если бы Это делали Дети Трампа Скандал Какого Дети Трампа И потом Совершенно Случайно Вдруг Компания Которая Никогда Не занималась Инвестированием Получает От Китайского Государственного Банка Полтора Миллиарда Долларов Для управления Вот Случайно Да Голдман Сакс Никогда За всю Свою Историю Стоя Двухсотолетнюю Голдман Сакс Не получал Таких Денег Ни от Кого Никогда Самая Крупная Историческая Инвестиционная Компания В мире Да В общем Какие то Странные Случайные Совпадения Ну А также Он получил Случайно Почти пол миллиона Долларов От Батуриной Три миллиона От Батуриной Три миллиона Извин million А да Четыре с половиной Или три Или три с половиной В общем да Да Что такое Миллион от Батуриной По какой то причине Непонятно На В общем Все это случайное Совпадение даже не случайность и снимаются санкции с северного потока да хотя против северного против прямо санкций да 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 все это все это случайность вообще вот самого начала ты сказал что обострение происходит во всем мире она похоже что действительно во всем мире какой-то сезонное обострение какое-то сумасшествие в австралии что происходит с этой факцинации не как очень хорошо написала одна на фейсбуке женщина по-моему в голландии в дании где живет чтобы никогда еще правительство с таким остервенением не боролась за наше здоровье никогда еще нас не били дубинками не разгоняли слезоточием газом не сажали в тюрьмы и все это ради нашего здоровья но слушай это же давно уже говорилось и не помню кто это сказал что леваки ради мира на земле не оставит камни на камни абсолютно абсолютно это то о чем я говорю ради достижения своей цели раз нет нет такого преступления и такой подлости на которые не пойдут демократы ради власти вот вот нет такой подлости такого преступления на которое они не пойдут ради власти и сожалению республиканцы тоже есть такие Есть, есть. Сейчас вот буквально на днях опять Лиз Чейни выступила в Твиттере в отношении Такера Карлсона, что нужно его, так сказать, лишить возможности выступать, потому что он, так сказать, занимается конспирологией и говорит неправду. Он один из немногих, кто на самом деле говорит правду. Ну, правда – это хуже, чем неправда. Это, ну, в то время, да, во время тотальной лжи правда становится вот такой. Экономическая ситуация. Вот что касается Китая. В Китае там тоже не все так гладко. По-моему, в Китае там навернулся крупнейший инвестиционный банк, вот типа нашего в свое время, когда в 2007 или 2008 году Лимон Бразер навернулся банк. В Китае вот подобного плана банк, который занимается инвестициями, инвестировали в строительство городов-призраков, кучу денег вложили, а отдачи-то нет, поскольку это призраки. Города-то построили, но в них никто не живет. Ну, в Китае вообще много проблем, но все это не значит, что мы должны разговариваться с Китаем. Тайвань сильно переживает из-за этого в Хонгконге. Ну, там в Гонконге уже как бы, да, там уже все понятно. А что касается Тайваня, похоже, что Китай действительно не будет обращать внимания. Я где-то читал один сценарий возможного развития событий. Насколько это реально? Сейчас ты мне ответишь на это. Я просто хочу сказать, что в Китае много проблем. И, конечно же, Китай, когда там такая централизованная власть, она все равно ни к чему хорошему не приведет. В Китае, понимаешь, Китай сильно зависит от нас с едой, с пищей. В принципе, мы можем устроить им голод самый настоящий. Они много, очень много продукции, питание идет из Соединенных Штатов Америки в Китай. Но в Китае много проблем, много проблем. Но больше всего им тоже народ, их будет голодать или не будет голодать им до одного места. Партия коммунистическая голодать не будет. И поэтому Китай на сегодняшний день, конечно, для Соединенных Штатов Америки, это одна из самых больших проблем. Да, проблем. Проблем. Скажи, ну вот, дело в том, что в связи с этим экономическим потенциальным коллапсом в Китае, в принципе, в связи с энергетическим дефицитом и так далее, некоторые фабрики закрываются, некоторые перестают работать. То есть там свои проблемы. Но, как бы, меня их проблемы не очень волнуют, но самое печальное, что все наши проблемы, их проблемы могут превратиться в наши проблемы. Они и есть проблемы, конечно. Потому что мы не только, так сказать, получаем сталь, алюминий, там, и ширпотреб, и гаджеты, и все, что хочешь, куда ни плюнем, везде все китайское. А вот это самое страшное, самые необходимые, самые такие лекарства или компоненты лекарства мы получаем из Китая. То есть, на самом деле, у нас уже сейчас в некоторых госпиталях начинаются проблемы с этим? Ну, у нас проблемы не только в госпитале, у нас проблемы с нефтью, у нас проблемы с газом, у нас проблемы с продуктами питания. У нас дофига сейчас стало проблем, как при советской власти начинается, как в Венезуэле. Да сейчас, может быть, незаметно, что, ну, хорошо, на полке нет этого рейса, будет другой рейс, или нет этого, будет там другой рейс. Но это только начало. Корабли не могут разгрузиться, траки не могут ездить. А то, что ездить, ну, посмотрите на цены. Меня не было в Америке три месяца, я вернулся, и я не могу понять, что это за цены. И в чем я плачу, в долларах или в гривнях? Абсолютно, потому что инфляция, на самом деле, через потолок рвется. И администрация, и федеральная резервная система, вместо того, чтобы как-то попытаться обуздать инфляцию, потому что, на самом деле, ну, так скажем, аппер-класс как бы не очень по этому поводу расстраивается. Люди, которые зарабатывают полмиллиона миллиона в год, для них цена на бензин поднялась там на 40%. Это вроде как бы, ну, для них не смертельно. А вот, скажем, люди, которые живут в rural area, работают, камп, карпентер, там, еще что-то такое, вот такими делами занимаются и не страдают от избытка денег, ездят на своих трагах, вынуждены ехать, чтобы заработать на хлеб, на семью прокормить. Для них это катастрофически, для них это катастрофа. А старики, которые, часть из которых голосовала за ЗИЦ-председателя и за эту партию, в надежде, что, ну, как всегда, они же обещают, этим поможем, этим поможем, этим дадим. А старики, ну, в прошлом, там, скажем, в прошлый раз индексировали пенсии в social security, там, на полтора процента. Это копейки по сравнению с ростом стоимости цен на основные продукты. Сейчас они обещают будут индексировать за этот год, там, по-моему, на 5 процентов. Но инфляция-то, скажем, продукты-то подорожали на 40 процентов, на 20 процентов и так далее. То есть та индексация, которая произойдет, она никак не покроет ту разницу в ценах, которую... В общем, вот те, ради которых, якобы, этот режим старается, вот те, как раз и страдают в первую очередь. Так вот, вместо того, чтобы как-то обуздать инфляцию, они пытаются протолкнуть за... Ну, они обуздают инфляцию по-советски, по-диктаторски, печатать больше денег. Таким образом, они пытаются обуздать инфляцию. Но это, к сожалению, работает в обратную сторону. К сожалению, чем больше денег они печатают... Но их... до них это, видимо, не доходит. Им нужно сейчас удержать власть и сейчас заморочить людям голову. И последнее, то, что, наверное, должно возмутить всех, и пенсионеров, и не пенсионеров. Значит, сердобольный зице-председатель со своей шайкой решили, что предыдущая администрация недостаточно человечно относилась к нелегальным эмигрантам. И когда они нелегально переходили там целыми семьями границу, то их разделяли, как бы, детей в отдельное помещение, взрослых в отдельное. Что на самом деле нормально, потому что не могут... Ну, а вся-то это не прошлая администрация, а позапрошлая администрация. Дело, ну, неважно. Они же про это не говорят, они же говорят про прошлый. Так вот, теперь они решили исправить ситуацию и выплатить этим семьям, которые нелегально перешли границу, и выплатить репарации. То есть на семью до 450 тысяч долларов выплатить репарации. В некоторых случаях говорят, что сумма может достигать, ну, в зависимости от количества детей. А в некоторых случаях сумма может достигать миллиона долларов. И вот это должно привести в шок любого, у которого есть хотя бы половина мозга в голове. И они должны для себя сделать... За кого вы голосуете? И за кого вы собираетесь голосовать? Смотри, это бестолку. Вот бестолку. Вот я только что имел разговор с Сергеем Жирновым. Значит, там есть бывшие КГБшники, там Швец, даже уважаемый Дмитрий Гордон. Я говорил со многими людьми бестолку. Все равно они говорят по ощущениям. Гитлер, Сталин, Пол Патт, только не Трамп. Почему? Не хочу. Ну, причин. Пусть будет Байден, пусть мы будем голодать, пусть мы будем в концлагере сидеть. Только не Трамп. Почему? Вот так и все. Ну, как ты можешь с этим спорить? Ты даешь аргументы, аргументируешь, аргументируешь, аргументируешь. Выхожу здесь на пляж, подходит ко мне, говорит, ну, я не знаю, что делать. Ну, Юра, ну, скажите, ну, помогите. Вот моим детям я говорю, ну, вы же видите цены на нефть, цены на нефть. Ну, как же так вы за него голосовали, дети мои? Вы же врачи, вы же инженеры, вы же интеллигентные и умные люди. Как же так? Ничего, мы должны подстроиться. Мы должны аджаст, приспособиться к этому. Вот это люди. А потом приспосабливаться будем к голоду, потом будем приспосабливаться к лагерю, потом будем приспосабливаться к концлагерю. Приспособимся как-то. Ну, вот и все. Главное, чтобы это был не Трамп. Нам не надо процветать, нам главное, чтобы его не было. Почему? Вот так. Все. Нету, ты их пытаешься все время, как я, наверное, что-то объяснить, какой-то рационал найти, какую-то аналитику найти, какие-то примеры привести, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Бестолку. Это болезнь. Хотя они называют нас, что трампизм – это болезнь, и не о чем с трампистами говорить. Нам нужен развод. Вот как муж с женой. Не важно, что они говорят друг другу, не важно, где они. Они дошли до такой точки, где семьи уже сохранить невозможно. И надо как-то цивилизованно разойтись. Как можно меньше потерь. Я уже дошел до этой точки, что я говорю, нам нужен с ними развод. Ну, как развестись, я не понимаю, как нам разойтись в разные комнаты или в разное жилье, я не знаю. Это было бы идеальным решением, если бы… Есть уже отдельные графства в Штатах, как Мэриленд, которые хотят, как и в Уэст-Вирджинию, присоединиться. Они хотят уйти от них. Они хотят от демократических штатов уйти в республиканских штатах. Люди из Нью-Йорка, из Чикаго, из Калифорнии бегут сюда, во Флориду, в Мэр. И опять они прибегают сюда, и сейчас будут голосовать за демократов. О, это действительно болезнь. И что ты, что же? И как ты можешь им объяснить? Как ты можешь им? Не, это что они? Ну, вы же приехали в республиканский штат. Вы довели свой штат. Вы приехали из Советского Союза в Америку и говорите, не, но это же капиталисты, естественно. Надо бы советские выбрал. Вы приехали, вы бежали от Шариата. Вы знаете, нет, но это же христианский. Давай попробуем принять звонок. Может быть, кто-то нам что-то подскажет. Какой-то вариант. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, я не подскажу, я просто хочу спросить. У нас в Иллинойе тоже такая проблема. У нас в Кук-Каунте как бы затмевает весь остальной штат. Весь остальной штат у нас красный, а в Кук-Каунте такое синее, что в глазах уже темно. На дело в том, что они затмевают тем, что они фальсифицируют. И вот я как-то спрашивала, как можно отделить, допустим, Кук-Каунте, это в основном Чикаго и немножко Сабарбов. Отделить это Кук-Каунте от остального штата, чтобы как бы сенаторов хотя бы поделить. Одного сенатора отдать Кук-Каунте, а одного в остальные штаты. Мне объяснили, что это невозможно юридически, такое конституциально невозможно. Так вот, может быть, можно как-то собрать конституционное собрание и изменить немножко конституцию. Я не знаю, что это можно сделать. Но, в принципе, большинство народа все-таки правое, а не левое. И ему просто затыкают рот вот этими фальсификациями. Не знаю, как можно уследить этими фальсификациями, но это просто бич нашего голосования. Спасибо большое. Пожалуйста, но вы знаете, что большевики, они были в меньшинстве, их было мало. Большинство людей было не за большевиков. Они поэтому себя и назвали большевиками. Это была фальсификация, мол, у нас много, мы в большинстве. Но их была кучка людей. То же самое с нацистами. Юр, давай попробуем перепринять еще звонок. Добрый день. Да, здравствуйте. Спасибо, что взяли мой звонок. Вы знаете, эта ситуация, которая у нас сейчас происходит, просто сводит с ума у людей депрессии. Я, например, после этих выборов не могу прийти в себя просто. По-украински очень хорошо звучит. Не могу прийти до Чабли. Значит, мне кажется, очень мирный человек, там, мать, бабушка и все такое. Но нам нужна гражданская война, иначе с этими идиотами мы не можем договориться. Они не понимают. Это какая-то фобия антитрэмпизм. Это деменция, это фобия. Иначе нужно просто дать по голове. И если не будет никакого вооруженного конфликта, мы не дадем все слова. Спасибо. Ну, вооруженный конфликт, я надеюсь, до этого, чтобы не дошло. Но вы готовы не сами участвовать в этом вооруженном конфликте, а чтобы ваши дети и ваши внуки участвовали в этом вооруженном конфликте. Кого-то из них убьют. Если вы на это готовы, то давайте. А если вы готовы только чтобы мои дети, и я шел на этот вооруженный конфликт, нет, так не пойдет. То есть дело все в том, что, опять же, мы об этом все время говорим. А вы сами себе задайте вопрос. Когда последний раз вы ходили на местные выборы? Выборы в горсовет, выборы в мэры города, выборы в конгрессмены, в местные, в школьные советы, в полицейские наблюдательные советы. Когда вы последний раз ходили? И я у вас уверяю, 99% не ходило и даже не знают, о чем я говорю. А демократы ходят. Там вот эти комсомольцы, вот эти пионеры, они все это делают, они ходят, им дают деньги на это. Когда последний раз мы дали денег на то, чтобы организовать такие, поддержать эти правые организации, которые следят за этим? Когда последний раз дали 10 долларов на что-то или нет? Мне звонит, говорит, а мы не знаем, куда давать. А Юра, отдайте нам скидку, отдайте. Я, чтобы у вас секретарший работал, дал вам ссылку, дал там, делал этот ресерч, никто ничего не хочет делать. Задницу с пляжа оторвать невозможно, чтобы один день пойти волонтерам, наблюдателям, как идет голосование, как идет подсчет. Пойдите, сделайте это. Никто за нас это делать не будет. Поэтому, когда идут фальсификации, когда идут подтусовки, нам винить некого. Когда у них миллиарды долларов, а у нас нет, нам винить некого. Хотя большинство – это мы. Это люди, которые хотят иметь дом, семью, отпуск, хорошую медицину нормальную, университет для своих детей. Юра, давайте попробуем. Да, я хочу сказать, что мы, моя семья, мои друзья, все люди, нормальные люди, которых я знаю, мы платим деньги, мы ходим на выборы, мы участвуем в ралли, мы делаем все, что нужно. Понимаете? Мы больше не знаем, что нужно сделать. Это не работает, не помогает. И если говорить, что нет, конечно, ни дети, ни внуки, я могу пойти, стреляю, совсем неплохо. Да, но вы не считаетесь. Так не работает, к сожалению. Если вы не готовы идти со своим сыном воевателя, со своей дочкой или со своей внучкой воевать, то значит вы не готовы воевать. Все, что его, да, я себя приведу в жертву, я такой Иисус Христос, прибейте меня к кресту. Нет. Не работает так. Если вы не готовы рискнуть своим будущим, то есть своими детьми, значит вы не готовы к этому. Вы готовы рискнуть моими детьми. Правильно? А своими не очень. Ну, и если радиослушательница действительно принимает активное участие, помогает, насколько это возможно, это я вполне допускаю. Понимаешь, Сережа, это мы все допускаем. Есть среди нас и активисты, есть среди нас, которые выбираетесь. Но в общей массе мы не участвуем. В общей массе мы не воюем. В общей массе мы не действуем так, как действуют они. В общей массе мы сидим дома, слушаем телевизор и ругаемся в фейсбуке. В общей массе. А есть такая вещь, как коллективная ответственность. И когда что-то случается, и ты говоришь, так я не голосовал за него. Нет, я участвовал в этом. Да, ты. Но есть такое, не каждый немец был эсэсовцем. Ну, ответили все. Не каждый еврей был в НКВД. Ну, ответили все. Мы все отвечаем. Есть такая вещь, как коллективная ответственность за поступки других. И сегодня то, что республиканская партия в такой ситуации, то, что сегодня большевики взяли власть в свои руки, мы все в ответе за это. А то, что ваше окружение близкое, то, что вы говорите, все мои друзья, все мои знакомые, это тоже не совсем искренне. Я думаю, не все. Не все. Все невозможно. У меня даже в семье не все. Многие, но не все. Это правда. Это правда. Потому что я на примере выборов в школьные советы. Кстати, много очень русскоязычных живут в этих районах, вокруг Стивенсенхая. И живут многие исключительно потому, что хотят, чтобы их дети учились в этой школе. И вынуждены платить колоссальные налоги на прапорте, потому что школа хорошая, ну и налоги, соответственно. Ну, налоги везде хорошие. А тут особенно. И я не был. Смотри. А вот на выборы не пошли, не проголосовали за людей, которые пытались что-то изменить. Сидели дома. Мы живем в кондоминиуме. А я близкими человеком, а президент кондоминиума. Я говорю, ну, никто не принял. А там в основном русскоязычный, советский. Никто не принимает участие в этом. Вот этот один человек, он работает и делает работу. Но она хочет это делать. Почему она хочет? Давайте вы тоже поучаствуйте в этом. Нет, мы не можем. И вообще, почему, как вот дали вот в Америке, так вот ему выиграть и все. А вы дали? Ну, мы-то тут ни при чем. Мы не профессионалы в этом. Это вот они. Кто они? Кто они должны за вашим кондоминиум смотреть? Кто они должны, которые ходить на выборы и выбирать? Оба врача, кстати. Я говорю, это все равно, что я буду сидеть и говорить, да, я буду жрать жирное, пиццу, не буду заниматься спортом, буду бухать, курить. Алло-алло. Да, все. На секунду при руне, все нормально. Да, все, но сейчас я сделаю. Все нормально, да. Будем бухать, я буду бухать, курить, не заниматься спортом. А вы, вы же профессионалы, вы врачи. Вы давайте занимайтесь моим здоровьем, чтобы я был здоров. Я сам ничего по этому поводу делать не буду, потому что я же не профессионал. Моя мама, я вот могу болтать по ютубу. А вы давайте занимайтесь моим здоровьем. Вы ответственны за это, а не я. Нет, так не работает. Каждый ответственен за себя. За свое здоровье, за свое благополучие и за свои выборы. Ну, справедливости ради, должен сказать, что все-таки активность, за последние, там, скажем, 10-15 лет русскоговорящих, во всяком случае, в нашем штате возросла по сравнению с тем, что было на предыдущих выборах. Но это не значит, что основная масса идет и голосует, что основная масса принимает абсолютно нет. Если ты поговоришь с этой массой, с активной, ты спроси, как активны их дети и в какую сторону их дети клонят. Это да. Поэтому эта наша активность уже проиграла. Потому что наши дети стали теми, от кого мы уезжали. От кого мы бежали. Я не зря... Они теперь требуют то, от чего мы как бы пытались... Я не зря сказал, что во время выборов в школьные советы многие не обращают на это внимание, считают, что это не имеет значения. Как раз это и имеет очень колоссальное значение. Потому что наши дети начинают превращаться в совков или в каких-то дегенератов вот там, в школе. В школе. Оттуда начинается все. Потом они идут в колледжи, в университеты, а там уже закрепляется вот эта левая идеология, которая их пичкает. И потом ты начинаешь с ними разговаривать, и как будто об стену горох. Это уже бесполезно. Перед тобой стоит зомби и говорит тебе какие-то токен-пойнты демократической партии. И никаких других аргументов нет. Ты ничего не понимаешь. Ты это... Все. Так вот это все начинается со школы. Это все начинается со школьных советов, на которые мы не обращаем внимания. Мы, я имею в виду, в масса наша. Ну, конечно, да. Потому что мы заняты бизнесом. Мы заняты еще чем-то. Мы заняты планируем наши отпуски. Мы заняты другими вещами. Да. Мы заняты. Нам надо купить новую машину получше. Нам надо купить новый дом побольше. Нам надо заработать больше денег. У нас инвестиций. Надо следить за ними. За биржей, за стаками, за тем, за тем. Ну, все. А у нас... Поэтому... Нам нужна породистая собака, Которая умнее наших детей, да? Так вот это... Скажи, ты следишь за тем, что происходит в Вирджинии? Ну, там же будут во вторник уже выборы губернатора? Да, да, да. Я пытаюсь следить за этим. А ну, слушай, я следил за Калифорнией. Я уже думал, ну, в Калифорнии, ну, все. Они же дошли до точки. Они не могут переизбрать этого... Этого... Ну, никак, ну, никак, ни в какие ворота это уже не лезет. Там с фальсификациями и с фальсификациями, но это невозможно. Ну, куда дальше-то все уже докатили. Там уже только наркобарона какого-нибудь ставить или еще что-то. Ну, дошел штат. Представляете, штат при Регине, Калифорнии, штат сейчас, Калифорния. Ничего общего между собой не имеет. И они его переизбрали. Поэтому я ничего не ожидаю от Вирджинии и от Нью-Джерси, тем более. Ну, и у нас выборы 2-го числа. В Пенсильвании у нас тоже местные выборы идут. Пойдут в Нью-Йорке, идут местные выборы 2-го. Небор тоже. Посмотрим, но пойдут люди, не пойдут люди. К сожалению, идут только демократы. Они голосуют. Они правда голосуют. Они правда ходят. Они ходят с дверью в дверь. Они приносят донаты. Они тебе обещают. Не берут тебя за руку. Они ведут. Они тебе говорят, где поставить. За кого голосовать. У них поставлено это как система. А у нас даже сами не хотим. Не то, что там кого-то еще привезти. Или кого-то соседа взять с собой в машину. Мы сами не идем. Что-то происходит в этот день. В этот день, в этот момент у нас что-то другое происходит. А потом пеняем, что вот как же так. Как же что-то произошло. Потом они, 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 вот смотри, до чего они довели. Они, они, они вот. На самом деле, это мы им позволили. То, что происходит, это все происходит с нашего позволения. Нам некого винить, кроме самих себя. А ты говоришь, этот ЗЭЦ-директор. ЗИЦ-председатель фунт. ЗИЦ-председатель фунт. Мы его поставили туда. Никто другого. Мы позволили. Мы позволили ему. Вообще, это, конечно, удивительно. Он несет такую лабуду. Все. А средства массовой информации делают из него герой национальный. Это, 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 go brand, как это там, они где-то там, они где-то. Let's go, Brandon. Let's go, Brandon. Все, нас тобой заблокируют нашим выпуск, заблокируют, потому что теперь это стало. Let's go, Brandon. Правильно, я тоже слышал, что они кричали, let's go, Brandon. Они говорят, да. Все правильно. Так и звучало. Let's go, Brandon. И вот с прямым лицом все. Честный репортер с высокой репортерской этикой. И это выставляется. Да, так же, как Волж. Бараны. Как Волж с MSNBC на фоне горящего здания, горящих машин ведет репортаж и говорит, что да, в основном это мирная демонстрация. Мирная демонстрация. А в Капитолии это захват расистов и белых супремиси, где там черные тоже были чернокожие. Но да, и вот они так говорят, все правильно. Потому что они нас держат за баранов. И они отчасти правы. А не правы. Потому что, к сожалению... Ну ладно. И ты не... Поэтому разговоры эти все пустые. Нам надо как-то найти, не переубедить их. Потому что мы не переубедим. Нам надо как-то найти способ развода, чтобы мы разошлись. Хотя это довольно сложно. Если бы линия раздела проходила только по штатным. Скажем, этот штат, этот, этот. Внутри штатов, внутри Гуа... Внутри семьи. Внутри улицы, внутри дома. Внутри семьи происходит, так сказать, противоречивые события. Как развестись. Юра, огромное спасибо тебе за то, что все-таки... Да, Сережа. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, что не последний раз. Так. Всего доброго. Обнимаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать.